1 октября таможенные органы республики отметят свой 20-летний юбилей. В преддверии праздника руководство ГТК провело пресс-конференцию. За прошедшие 9 месяцев работа комитета претерпела существенные изменения, что сказалось на результативности. Как именно, знает Андрей Малевный. В нынешнем году Государственный таможенный комитет активизировал свою работу. Произошла своего рода перезагрузка. Поводом стало послание президента. Глава государства поручил усовершенствовать работу таможни. В ведомстве провели ревизию правовой базы. Сократили до двух часов сроки подачи и проверки таможенных деклараций. Ввели систему электронного декларирования. Был внедрен статус добросовестного участника внешнеэкономической деятельности. В результате на 5,5% вырос товарооборот. Поступление таможенных платежей увеличилось в 2,4 раза. Прирост составил где-то 21,1 миллион долларов США. Достигла уплата таможенных платежей порядка 38,6 миллионов долларов. В республиканском бюджете таможенные платежи составляют где-то порядка 23%. Подразделения ГТК ведут работу по борьбе с наркотрафиком. В этом году заведено 20 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков. В прошлом их было 58. Несмотря на либерализацию таможенных процедур, желающих обойти таможню по-прежнему немало. Борьба с контрабандой – одно из приоритетных направлений. В этом году были и резонансные дела. Уголовное дело возбуждено в отношении организованной преступной группы в начале марта 2012 года, которые незаконно на транспортных средствах на территории Тенестровской Молдавской Республики пытались переместить товары народного потребления на сумму свыше 150 тысяч долларов США. Неотъемлемая часть работы – сотрудничество с таможенными органами сопредельных государств. Взаимодействие с молдавскими коллегами ведется в рамках экспертной группы, где с переменным успехом решаются различные проблемы. С украинскими коллегами работа ведется на региональном уровне, с сопредельными таможенными пунктами. В целом, украинские таможенники неохотно сотрудничают с приднестровскими. Лучше развиваются взаимодействия с российской таможенной службой. Российская таможенная академия предоставляет нам учебные места в Люберцах, учебные места в филиалах Санкт-Петербурга и Ростов-на-Дону. Также мы сотрудничаем с Российской Федерацией в части предоставления обмена информацией по различным делам административного либо уголовного преследования. На достигнутых результатах, конечно же, никто останавливаться не собирается. Приоритет работы ГТК остается прежним – упрощение работы участников внешнеэкономической деятельности. В ближайшее время планируется изменение способа оплаты таможенных пошлин. Для этого на пунктах пропуска установят специальные терминалы, либо откроют отделение банков.